МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По статистике, которую ежегодно подводят в Государственном управлении МЧС России, самым пожароопасным праздником в нашей стране, бесспорно является Новый год. Петарды, фейерверки, гирлянды, бенгальские огни – все это вкупе с принятым для окончательной радости алкоголем представляют собой взрывоопасную смесь. В этот период растет количество возгораний, травм, и что самое ужасное смертей и причиной тому в большинстве своем является наша же безалаберность. И проявляется она в желании поскорее приобрести всевозможную праздничную атрибутику в связи с отсутствием времени. А ведь необходимо обращать внимание на даты производства новогодних лампочек и петард, лицензии, разрешительные документы и, самое важное, приобретать это все только в определенных местах, никаких уличных палаток и ларьков, обнесенных сайдингом. В избежании трагических последствий региональное управление по надзорной деятельности ГО МЧС в преддверии новогодних праздников проводят регулярные рейды по местам продаж, пиротехники и иных мерцающих, разноцветных, но таких огнеопасных предметов. В эфире программа «Семь минут» сегодня у нас в гостях Алексей Владимирович Мардасов, заместитель начальника управления надзорной деятельности ГО МЧС России-Перезавской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скоро новогодние праздники, да, со дня на день буквально. Новогодние праздники не только долгожданные, но и, как говорится, огнеопасны. Из-за чего по большей части происходит возгорание именно в этот период? Значит, в этот период в основном пожары происходят от неосторожного обращения с огнем, также неосторожного обращения с огнем при курении, в состоянии алкогольного опьянения. Также причинами пожаров являются нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электро-бытовых приборов, оставленных без присмотра. Также электрических устройств, в частности, гирлянд. А также нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем. По большей части из-за чего конкретно это происходит? Ну, в частности, из-за халатности граждан и происходят эти пожары. Порой эта халатность приводит к летальному исходу, то есть на пожарах гибнут и получают различные травмы люди. Скажите, пожалуйста, насколько результативными являются ваши регулярные под Новый год рейды по точкам продаж пиротехники? Значит, да, регулярные рейды у нас проходят совместно с прокуратурой, с представителями прокуратуры Рязанской области, совместно с органами внутренних дел. Рейды у нас уже, в принципе, начинаются. В настоящее время проводятся проверки мест реализации пиротехнических изделий. Значит, выявлено в настоящее время 29 мест реализации. Сотрудниками органов надзорной деятельности привлечено к административной ответственности два должностных лица. Рейды действительно актуальны. Выявляется и контрафактная продукция, которая не соответствует предъявляемым требованиям соответствия. Соответственно, данная продукция изымается сотрудниками органов внутренних дел. Ну и составляются административные протоколы. То есть наказываются должностные лица, предприниматели, юридические лица. В каких условиях должны находиться пиротехнические средства? Значит, пиротехнические средства в соответствии с постановлением правительства номер 1052 определены требования пожарной безопасности к применению и использованию первичных, то есть пиротехнических изделий. Значит, этим постановлением, как бы, значит, определены требования. В требованиях говорится, что пиротехнические изделия в основном у нас должны, значит, продаваться в специализированных магазинах. Значит, если здания более двух этажей, то на верхних этажах. Значит, не должны примыкать к аукционным выходам. Значит, данные помещения должны быть перегорожены противопожарными перегородками. Значит, в этих помещениях должны находиться металлические ящики для хранения пиротехнических изделий. Также эти секции либо помещения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения, огнетушителями, к примеру. Вот, пиротехнические изделия не должны храниться рядом, значит, с системами отопления. И рядом с ними не должны, как бы, проводиться какие-либо пожароопасные огневые работы, газорезательные и так далее. То есть, здание, по идее, должно быть стационарным, а не ларек? Совершенно правильно, потому что, значит, зачастую происходит пожар, когда идет, значит, перенасыщение этого товара. Значит, хранится этот товар, значит, не в противопожарном состоянии. Зачастую уже товар пиротехнический у нас и, то есть, имеют порчу, значит, коробка не соответствует, значит, где-то и, соответственно, значит, уже подмоченный товар, который применять уже нашим покупателям просто не рекомендуется. Насколько ваше управление уже готово к новогодним праздникам, вот, к наступающим потенциальным опасным ситуациям? Главное управление МЧС России по Рязанской области приводится в режим повышенной готовности, значит, усиляемся, проводим, значит, противопожарные мероприятия. Сейчас усилены инструктивные занятия с объектами, на которых проводятся массовые мероприятия, будут проводиться. Будут у нас организованы и круглосуточные дежурства, значит, и дознаватели, и сотрудники Государственного пожарного надзора, и федеральные противопожарные службы. Значит, также наши сотрудники Государственного пожарного надзора будут принимать участие в проведении новогодних утренников и, значит, как в детских дошкольных учреждениях, так и на других объектах социальной сферы. Ну, давайте поздравим рязанцев с наступающим Новым годом и предупредим их, чтобы они были осторожнее. Да, и от Главного управления МЧС России по Рязанской области хотелось бы поздравить всех жителей города Рязани и Рязанской области, а также гостей с наступающим Новым 2014 годом. Пожелать всем доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов и поменьше, так сказать, нарушений требований пожарной безопасности, а побольше качественного соблюдения этих норм, потому что не будет пожара, не будет, так сказать, тяжких последствий, а самое главное – беды. И праздник будет праздником. Так, точно. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень приятно было вас видеть у нас в студии. Это была программа «Семь минут» с наступающим вас Новым годом. Всего хорошего. Счастья в Новом году. Субтитры сделал DimaTorzok